РТИ Колумбия представляет В фильме снимались Хуан Карлос Гутьерос, Хуан Себастьян Арагон, Луи Джей Карди Патрисия Мальдунадо, Маргарита Ортега, Анна Мария Кампер Фабиана Медина, Констанца Гутьерос А также Карлос Комкоте, Патрисия Эрколли и Хулио Медина Режиссер Аурелио Валькарсель Карол Я уверен, она замышляет что-то Не думайте о плохом, Дон Мартин Может, она хочет измениться, выйти из жизненного кризиса, в котором прибывает? Пусть лучше будет такой, чем агрессивный по любому поводу Нет, что-то тут не так дура Я не безмозглый старик, которого может обмануть видимость С этой женщиной происходит что-то странное И в подтверждение того визит Синьерита Катти Куадрадо А также неожиданная дружба с Дамианом Феррером Любопытно, что трансформация началась с того вечера, когда этот кабальер помог ей прийти в сознание Дамиан Феррером очень странный человек Он либо маг, либо сам дьявол Надеюсь, я вас не вынудила пойти на этот праздник, Дамиан Ни в коем случае Я очень польщен И благодарю за то, что вы позволили сопровождать вас на борт Возможно, я проявила эгоизм Вы, наверное, устали после поездки? Не совсем так В командировках я ведь не только работаю, но и знакомлюсь с интересными людьми На этот раз я познакомился с семьей по фамилии Ла-Линде Которая какое-то время назад жила в этом городе Ла-Линде? Знакомая фамилия? Когда-то я дружила с семьей Ла-Линде Ла-Линда, а дальше? Ла-Линда Суарес У меня всякого сомнения, речь идет об одной и той же семье Все совпадает Это была очень уважаемая семья Они уехали в поселок, потому что им надоело жить в городе Какое совпадение? Никогда не думал, что вы их знаете Мы довольно часто встречались Эва работала у них перед тем, как перейти в мой дом Эва? Эва работала в этой семье Да Что с вами, Дамиан? Вы в этом уверены? Эва Родригес работала в семье Ла-Линды Суарес Да, я это знаю точно Но в чем дело? Причем здесь Эва? Ни при чем Я лишь подумал о превратностях судьбы Ладно, нужно поторопиться, иначе мы опоздаем на праздник-клуб Который должен быть очень интересным Всю свою жизнь я пользовался преимуществом, которые мне давали моя фамилия и мое социальное положение Чтобы жить как паразит ни за что не наносить ответственность Я чувствовал себя могущественным в этом кругу Но не имел никакой финансовой поддержки, потому что моя семья разорилась И, честно говоря, я начал об этом задумываться только когда мой брак с Софией распался Наверное, это был тяжелый удар? Да, это был тяжелый удар, но я чувствую себя намного лучше, чем раньше Потому что начал жить Раньше я как бы пребывал в литургическом сне, жил иллюзиями, как и большинство людей моего круга Я понимаю, о чем ты говоришь Во всем здесь чувствуется удушливая атмосфера Ты задыхаешься, когда принадлежишь к их кругу Он тебя ограничивает, душит, потому что это слишком замкнутый круг Тебе не позволяет выйти из него и общаться с представителями другого класса Несмотря ни на что тебя по-прежнему уважают Притворяются, что уважают, это разные вещи На самом деле они меня отвергают Ты жалеешь, что потерял то, что имел? Нет, я абсолютно ни о чем не жалею Потому что я не проиграл, а выиграл Я не променял бы тебя на всех их месте взятых Ты наголову выше всех их Ты мое самое ценное сокровище, Мелисса Донья Ракель, Ру, какая приятная встреча Я давно вас не видел Падре Дюханя, как вы? Падре Крестово, как дела? Рада вас видеть, Падре Наши дорогие подруги, какая радость видеть вас Рутоси, Тракелита, дорогая Мы рады, что вы пришли именно сейчас У нас очень интересный разговор Со священниками Рутоси, ты дорогая Как же так, ты пришла не со своим женихом Дамианом Ференом? Неужели сказочный принц заболел? Мы с Дамианом ни жениха не есть Я не знаю, болен ли он, потому что мы давно не виделись Похоже, в клубе много знакомых Да, все сливки общества Избранная публика Хотя, конечно, есть и исключения Посмотрите на Фернандо Искандона Он пришел в сопровождение этой сеньориты Вы меня простите, но я должна поздороваться с ними, поговорить Вы слышали, что сказала Ру? Мы с Дамианом ни жених, ни невеста Видимо, Дамиан Феррер ее бросил И, конечно, повинение Ракелли Это невыносимая старуха Ру сама виновата И что, не видит, что она считает себя принцессой на горошине? А на самом деле, за нас щелая, грубая особа И невоспитанная Это же естественно Ее мать все терпит Ни в чем не упрекает Пользуясь случаем, чтобы выразить свое сожаление о случившемся Ты знаешь, мне не нравится подобное заведение Но в любом случае, я огорчена Надеюсь, ты быстро станешь, мой ноги парень Крайскому тебе благодарю за ваши слова Я считаю, что не искренне Вы человек очень отравленный, Доня Ракис И поэтому могу еще сказать, что сожалею о том, что случилось с Пепитой Жаль, что она потеряла ребенка, которого так ждала Это похоже пожара Посмотри, чертрудис, все трупы И как всегда, Леандра без женщины И в сопрождении мужчины Какой ужас А сумасшедший влядер все поощряет Мама, если ты начнешь злословить, лучше уйдем Я не хочу провести вечер в пересудах Нет, нет, дочка, обещаю, я буду молчать Лишь бы ты отвлеклась и повеселилась на празднике О, ты справа Какое неумерение Почему вы так говорите, Мария Дель Кармен? Очевидно, потому что София Лизонда осмелилась перейти с этим мужчиной, Хуаном Рейс Она забыла и об уважении, и о стыде Так вам, это Фернандо со своей новой подругой и Софией в сопровождении любовника Как ни в чем не бывало, явились сюда Какой ужасный конфуз В любом случае, праздник обещает быть занятным Не знаешь почему Я знал, что ты сейчас одна, поэтому и позвонил Нет, я не могу заснуть Габриэль и Хименну жили на праздник в клуб И мне, как ты понимаешь, очень одиноко А помнишь, Эва В свое время в этом доме было полно людей Сейчас же это коробка из молчаливых стен Среди которых встречаются призраки И похоже, я один из них Если бы меня не оставили присматривать за домом, я бы составила вам компанию, Дон Мартин Как и вы, я чувствую себя очень одиноко Нет Несмотря ни на что, мне очень хорошо Потому что я могу быть рядом с Эмилитой Руд И во всем ей помочь Вы бы видели, Дон Мартин, какой красивой она была, когда уходила из дома Она твоя дочь, и ты должна гордиться ей И не важно, что ты не можешь сказать ей об этом слух Я восхищаюсь силой твоего характера Совсем нелегко существовать в такой ситуации Я уже привыкла И каждый день молю Богу, чтобы он дал ей все самое лучшее К сожалению, я знаю, что она несчастлива А вот по-прежнему влюблена в сеньора Дамиана Феррера И признаюсь, мне это не нравится Я не знаю, что ты имеешь против Дамиана Но я понял, что он довольно странный человек Ты не поверишь, но ему удалось подружиться с Габриэлой? Да, да Он сопровождает ее сегодня вечером Вы хотите сказать, что Донья Габриэлла и сеньор Феррера были вместе? Еще одна странная пара Правильно, странная Но никто не может сказать, что мой племенник Бенита и Химена пришли как жених и невеста Во-первых, потому что она замужем И во-вторых, потому что Бенита помолвлен Помолвлен? Неужели с одной из сестер Трункусу? Помолвлен с церковью Я говорила, с ним он признался, что собирается стать священником Эймена, что Трунсита и Ристобола его убитил в этом Пусть рассчитывает, что я буду ревновать ее к этому чучелу Химена не пытается вызвать у тебя ревность, Оскар Потому что любит только тебя, и ты это знаешь Но тебе это не нравится Почему ты так говоришь? Разве не ты пытаешься помешать тому, чтобы она вернулась к мне? Оскар, ради бога, о чем ты говоришь? Лучше не будем касаться этой темы Спасибо Очень интересный праздник Все пары перепутались Смотри, мама Мелисса с Фернандо Хуан, Софи и даже Толстяк с Хименой Бедняга не смог прийти с кем-то, кроме своей подруги Какой прелестный вы, Патото По крайней мере, он решился Прийти ведь, мальчик такой робкий Пойду поздороваюсь с моим толстячком Патото, дорогой Почему ты мне не сказал, что придет с Хименой? Мы могли бы прийти все вместе Я предпочел прийти только с Хименой Потому что Леандр не выпускает шанса скандалиться Он невыносимый Невыносимый Мама Кто этот мужчина, с которым он пришел? Его новый друг Правда, красивый? Химена, ты очаровательна Решительные годы тебе идут на пользу С каждым днем ты выглядишь все лучше Благодарю тебя, Валентина Ты должна воспользоваться этим праздником И помириться с Оскаром Твой муж такой красивый Прошу тебя, не говори мне о нем, пожалуйста Ты не можешь его подсорвать Ведь он умный, привлекательный Миллионер, что еще можно ждать от жизни? Я бы на твоем месте Немедленно, ни минуты вернулась к нему Ты должна воспользоваться тем, что не твоей матери Ведь она единственная, кто возражает против этого Зря ты так думаешь, Валентина Что такое? Габриэла в сопровождении этого человека, мама Так сюрприз Габриэла, подруга Кабальера С чудодейственными руками Если бы сам не увидел, то не поверил бы Габриэла отважилась сюда прийти Ты думал, что она этого не сделает? Я бы в этом увидел Человек, который сопровождает Ты его еще не знаешь? Это невероятно И когда бы в жизни не подумала, что Габриэла придет на этот праздник с Дамианом Как это возможно, что Дамиан предпочел прийти с мелью из-за того, чтобы пригласить тебя? Он бы не осмелился позвать меня Я практически запретила ему это Прости, мама, но мне лучше уйти отсюда Уйти, когда праздник только начался? Ну, в твоем случае Ты девушка с характером и не станешь убегать, будто боишься столкнуться с Дамианом Да В этом ты права Мне не за чем от кого-то убегать Это было бы трусостью Дамиан, сегодня вам от меня не спрятаться Вы покажете мне несколько своих трюков Конечно, если позволит Габриэлита Валентина, вам не за чем это оговаривать Дамиан любезно согласился сопровождать меня Но не для того, чтобы весь вечер быть рядом со мной Кроме того, я... Ты куда? Здорово, с мамой холмой Но Луан не делай этого, София Она моя мама Пойми, мой долг подойти к ней Стави, нехорошо Вы меня простите, но мне нужно поздороваться с друзьями Увидимся, Луан Мама София Она не захотела поздороваться со мной Она меня презирает София, не огорчайся за ее бухгалки Ты же знаешь, какая она Сделай вид, что все хорошо София Ты ее видела, Химина? Как только я приблизилась, она ушла Как будто я ей противна Как будто она меня ненавидела Не огорчайся, София Ты хорошо ее знаешь И знаешь, какая она надмирная Мама готова ранить у нас, если бы сохранить свое ренадо Не подавай виду, докажи, что тебе достаточно мужества Я постараюсь это сделать Она старается казаться счастливее На ее ночи от отношения с матерью Доня Габриэлла очень суровая женщина Ну, жаль Доню Софи, что она такая добрая Кажется доброй, но ей нравится властвовать и делать то, что ей хочется Почему вы так плохо говорите о Доню Софи? У меня есть на то причина Чем ей не понравилась эта комната? Мне стоило огромного труда все здесь устроить Наверное, эта сеньора не любит свою дочь Ты что вы такое говорите, Лебардо? Более любящей матери, чем она, я еще не видела Да она обожает дочь Просто не хочет мешать Дону Мускару Вы вроде не очень довольны сеньорой? Не очень Конечно Вам бы больше понравилось, если бы эта длинноногая сеньорита Катя была хозяйкой этого дома Кажется, вы такие неравнодушны Почему бы вам не пойти спать и не оставить меня в покое, Кентина? Что вы за мной шпионите? Я за вами шпионю, Лебардо? Не будьте таким противным, я только хочу составить вам компанию Почему вы все хотите сделать сегодня? Ведь завтра у вас тоже будет время Я должен воспользоваться тем, что сеньоров нет И, наверное, они вернутся поздно Но этот шум мешает спать тем, кто остался в доме Видите? Разбудили ребенка И это после того, как мы ее с таким трудом уложили Пойду посмотрю, как она Это скорее напоминает не показ модели, а театральное представление Мне понравилось Думаю, Леандро пытается придать оригинальность Показу своих моделей Она довольно привлекательная Нельзя этого отрицать Но мне не нравится то, что она вошла в жизнь Фернандо Вы ревнуете, Донни Габриэлла? Я не хочу вас огорчать Но эта сеньорита не похожа на вульгарную аферистку Или на проходимку, какой вы ее считаете Вы думаете, что моя неприязнь к ней не объективна? Она продиктована вашим характером Вы пытаетесь подчинить себе тех, кого любите А Фернандо вы любите Как мать или как подруга, но любите И вам не нравится то, что он с другой Вы начинаете говорить неприятные вещи, Думиан? Я здесь не для того, чтобы поддерживать вас в ваших ошибках и заблуждениях А для того, чтобы указывать на них и устранять Здесь нелегко сохранить спокойствие Вы хотели прийти, и я согласился Решив, что вы делаете важный шаг в реальность, от которой убегали Я не могу видеть этих людей рядом с собой Мне приходится сдерживаться, чтобы не сказать все, что я о них думаю Учите себя сдерживать Это хорошее упражнение Я не могу видеть его рядом с Софией София держится так, будто она его законная жена И другой, другой тоже не отстает Я знаю, что она ищет Химену Не упускает возможности пообщаться с ней Лучше бы я пошла с Хименой, чтобы помешать их встрече Если вы вмешаетесь, может быть только хуже Советую вам держать себя в руках Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Показ прошел прекрасный метаклик, вашему сведению Мой сын Леандр и Рут были авторами этого чуда Падре Тифану Ради бога, Валентина Падре Тифанью Я не увидела никакого чуда Времена меня, Сидони Ракель Эволюция особенно заметна в моде Мы должны быть терпимыми для того, чтобы не отставать от молодежи Если бы это сказал другой человек Я бы не удивилась Но услышать такой от священника вы меня удивили, Падре Такое впечатление, что это происки дьявола Зачем надо было привлекать танцовщиков К показу, который должен быть без облишеств Что плохого в танцовщиках? Они ведь красивые, потому-то современные видения молодежи Валентина, кто этот парень, который разговаривает с твоим сыном Леандро? Разве ты не видела его во время показа? Насколько я знаю, он изучает классический танец И что-то еще точно не знаю Но способный парень, мой Леандро, подружился с ним Вместо того, чтобы пригласить одну из сестер Тронкоса Опять ты с этими сестрами Тронкоса Сколько можно, Ракелин? Посмотри, они одни Да, конечно Едят, как и на всех праздниках Они, конечно, не королевы красоты Но прекрасные сеньориты для брака Поверь мне Можно подумать, что ты договорилась с ними Добыть им женихов Я уже вижу моего бедного подвода в объятиях одной из них Бенита не женится ни она одной женщине Объясните ей, почему я так говорю, патре Ваш сын Бенита должен стать апостолом Христа Как мне сказал патре Христопул Он собирается стать священником Бенита священником? Полагаю тебя, это не пугает, не так ли? Наоборот, Ракелин Я рада до глубины души Мой пато-то будет прекрасно смотреться в одежде священника Что-то отвечу сильной Я умру от счастья Но он такой добрый Такой добрый, что, по-моему, даже писает святой водой Валентина, прошу тебя Пойду прогуляюсь и поздороваюсь с другими гостями А ты, девочка, пойдешь со мной? Сколько можно сидеть и скучать? Ну, зачем ты пришла на праздник? Где, молодые люди, твоего возраста? Или Демиан? Валентина, ради всего святого Я за ним наблюдал, он глаз тебя не сводит И наверняка хочет потанцевать с тобой Да, но я не стану его искать Хотите потанцевать, Донни Габриэл? Танцевать? Нет, спасибо, Демиан, я не танцую Простите я на минутку Мне нужно кое-кого найти Рут Могу я с тобой потанцевать Это у меня раздумывай И музыка подходящая Демиан Демиан Субтитры сделал DimaTorzok Почему ты такая задумчивая, Габриэлита? Зачем об этом спрашивать? Ты, наверное, представляешь, что чувствуют сейчас София и Фернандо, которые когда-то были мужем и женой, а сейчас пришли с другими спутницами. Любопытно видеть их, танцующие рядом друг с другом. Представляю, как вы злорадствуете сейчас. Что ты такое говоришь, Габриэлита? Мы разделяем твою боль, мы же твои лучшие подруги. Понимаем, что ты чувствуешь. Габриэлита, я уже давно вас ищу, хочу поговорить с вами. Вы меня нашли, Валентина, и теперь мы можем поговорить. С вашего позволения, сеньоры. Что с Дамианом? Он оставил вас одну? Он пригласил на танец. Это очень хорошо, потому что они прекрасная пара. Умоляю вас, Валентина, ничего не говорите о моих дочерях. Я отошла от этих сеньор, потому что не выношу их оскорбительных комментариев. Даже если и правда то, что они говорят. Устакуйтесь, я собираюсь говорить о вас. Вы очаровательны? Кажется, даже моложе. Такой вы и должны быть всегда. Давайте пойдем к Руцелите и Падре, и Скулопит. Эпифания, вы хотите сказать? Эпифания. Падди, знаю всех. Посмотрите, кого я вам привела, Габриэлита. Какая-то элегантная, Падре. Не только элегантная, но и очень красивая. Вам не нужно завидовать молодым. Я сказала, что Габриэла великолепна. Не знаю, почему она мне кажется, что я нахожусь рядом с пороховой бочкой. Главное, чтобы никому не захотелось поджечь фитиль. Пошли и сядем. Я плохо себя чувствую. Кроме того, я не очень хорошо танцую. Уже три раза наступил тебе на ногу. Ты ни за что на свете не оставишь меня одну, даже если отдавишь все ноги. Извини, Бенита. Я хочу потанцевать с женой. Нет, спасибо. Разреши. Хотите выпить, Габриэла? Нет, 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 спасибо. Мне нужно кое-что уладить. Не ходите, Габриэла. Останьтесь с нами и забудьте о других. Не знаю, зачем я это говорю. Ты перестанешь меня, наконец, преследовать, Оскар? До каких пор ты будешь считать, что имеешь на меня права? Пока мы не расторгнем наш брак. А пока этого не произошло, ты остаешься моей женой. Я думал о тебе все то время, пока мы не виделись. Трудно в это поверить, если ты даже не позвонил. Я не мог. Ты же практически мне запретил это делать. Ты кажешься девушкой с современными взглядами. Но ты такая же, как и твоя мать. Хочешь исполнить мне праздник? Я пришел сюда ради тебя. Я знал, что ты будешь здесь, и не мог упустить такого шанса. Я была вынуждена прояснить ситуацию с тобой, Дамир. Ты вел себя очень двусмысленно. Ты же не говорил, что тебе от меня нужно. Ты чувствуешь, что все еще любишь меня? Какая разница, если я тебя абсолютно не интересую? Я же сказал, что не переставал думать о тебе. Я согласился сопровождать Доню Габриэлла на этот праздник только потому, что надеялся встретить тебя. И предчувствия меня не обманули. Твои предчувствия никогда тебя не обманывают. Похоже, ты всегда все угадываешь. Меня удивляет тоже, что ты пришла с толстяком бенитов. Я могла бы прийти с кем-то другим, чтобы вызвать у меня ревность. Например, с Дамианом. Неужели сейчас ты делишь его с матерью? Ты мерзавец, Оскар. Думай, что делаешь. На тебя смотрят все твои друзья. Еще одно оскорбление, и меня это перестанет волновать. Имей уважение, Оскар. В прежние времена это стало бы поводом для скандала, и все присутствующие покинули бы клуб. Кто такие Оскар и Хуан Рейси, чтобы позволить им войти в наше общество? Самые богатые люди города, у которых есть деньги, чтобы купить положение в обществе. Минеры нельзя купить. В этом нет ни малейших сомнений. Мария Сперанца, посмотри, кто только что вошел. Какая мила Монтеро. Его давно не было видно, какой интересный кабальера. Пойдемте поздороваемся, девочки. Идемте. Что с тобой, Хуан? Это человек. Человек, который только что нашел. Ты так похож на отца, Рут. Ты такая красивая, доченька. Такая красивая. Пусть Господь защитит тебя от всего плохого в этой жизни. Подожди. Оставь меня, Дамир. Оставь меня. Мне очень неспокойно с тобой. Я нужна, я хочу быть с тобой. Я тебе не нужна даже как подруга, у тебя хватает подруг. Демиан. Дуня Ракель. Какой? Признаюсь, немного обижена на вас, ввиду того, что вы нас совсем забыли после того, как довольно часто навещали. Клянусь, дали по доброй воле. На то были причины. Не знаю, какие, но скажу вам честно, я удивленная и задета. Мама, пожалуйста, ни в чем не упрекай, Демиан. Ты знаешь, что я всегда уважала твои личные дела и никогда не вмешивалась, но в данном случае я обязана сделать это. Так что прошу тебя, оставь меня наедине с Демианом. Мне нужно серьезно поговорить с ним. Пожалуйста. Аннулировать брак не так просто, Оскар. Почему бы нам просто не договориться об окончательном разрыве, чтобы ты мог устроить свою жизнь и позволил мне устроить свою? Мне не нравится останавливаться на той пути. Если мы растрагаем наш брак, то пусть это будет законно. Тебе мешает этот снег, Демиан? Доми Габриэлла, прошу вас, не вмешивайтесь. Я вмешиваюсь, потому что Химена не одна, вы не имеете никакого права докучать ей. Не заставляйте меня терять терпение, вы нам мешаете. Да как вы смеете, грязный мужлан? Если здесь кто-то ей мешает, так это вы, и не только Химене, а всем в этом зале, потому что вы не принадлежите и не будете принадлежать к приличному обществу, которое здесь оралось. Оскар, прошу тебя, лучше не спорь с сеньорой. Хуан, лучше молчи. Послушай, пойдем со мной, нам нужно поговорить. Хуан! Нам лучше уйти, Химена, мама. Мама, ты не можешь быть такой жестокой. Хуан, почему ты всегда вмешиваешься не в свое дело? Почему ты мне помешал сказать правду этой ведьмы? Оскар в данный момент есть дела поважнее, чем ссоры с этой сеньорой. Я хочу, чтобы ты внимательно посмотрел на того человека и сказал, кого он тебе напоминает. Я не знаю, чего вы хотите от моей дочери, но ясно одно, вы не хотите на ней жениться. У меня никогда не было плохих намерений относительно Руд. Я не говорю, что у вас были плохие намерения, но в любом случае вы причиняете ей зло. Руд многое от вас ждала. Поймите, Дамиан, она сентиментальная девушка. И она искренне влюбилась в вас. Я знаю, Доня Ракиль. Если знаете, зачем тогда пытаетесь сблизиться с ней? Все это время вы вели себя не так, как хотелось бы, Руд. Не верьте, потому что видите. Ради Бога, сегодняшний вечер лучшее тому доказательство. Вы могли бы воспользоваться праздником и попросить ее пойти с вами, но вы предпочли прийти с Габриэлой. Выходит, вас больше интересует общество этих людей, чем моя дочь. Пожалуйста, не беспокойте ее. Я не хочу ее беспокоить. Я хочу встречаться с ней, потому что чувствую, что мне это необходимо. Зачем, если вы не хотите обручиться с ней, будьте честным с самим собой, Дамиан, и заставляйте изменить мнение о вас, как о человеке? Доня Ракиль. Я вам не восхищалась и считала вас джентльменом. Но так же, как однажды я открыла вам дверь моего дома, сейчас я вынуждена закрыть их, чтобы моя дочь не страдала. Прошу вас, оставьте ее. Оставьте ее. Пока не произошло то, о чем придется жалеть, нам лучше уйти с этого праздника. Постараемся сделать это как можно из-за некой. Я не уйду, мама. Химена, не провоцируй меня на новую ссору. Если я закрыла глаза на твою работу на радио, это не означает, что я буду молчать, видя домогательство Оскара. Мама, я не стану убегать, как будто чего-то боюсь. Да, вижу, что ты его не боишься. Скорее всего, тебе это нравится. Мама, напоминаю, мы пришли на праздник не вместе. Я пришла не с тобой. Ты предпочла общество, Дамиана. Так что не пытайся увести меня силу. Габриэла, перестань спорить с Хименой. Только не говори мне, что я должна делать, Фернандо. Ты пришла на праздник для того, чтобы разлежься. Так что попытайся расслабиться и побереги мир. Ты будешь немного с Мелиссой, со мной, или тебе это неприятно? А ты как думаешь? Как дела, синьорита? Хорошо. Мне всегда очень хорошо, когда я в обществе, Фернандо. Ты себе знал, что ты пойдешь на праздник, и я бы заехал за тобой. И ты считаешь, я приняла бы от тебя такую услугу, зная, что ты занят Мелиссой? Нет, спасибо, Фернандо. Я не люблю быть помехой. К счастью, есть люди, которые могут сопровождать меня. Например, на Мион Ферре. Я не знал, что ты встречаешься с этим синьором. Встречаюсь. И буду встречаться, потому что он очень интересный человек. Очень. С вашего позволения. Скажи, кого он тебе напоминает? Я ломаю голову. Мне кажется, я где-то его видел, и у меня странные ощущения. Но я не знаю, почему. Хочешь, скажу, почему? Этот человек руководил нападением на нашу семью. Это он напал на нашу усадьбу и убил наших родителей. Чтобы от этих мерзавцев ничего не осталось, покончим с ними, как с крысами. Вперед, покончим с ними. Чтобы не осталось камня на камне. Чтобы от этого дома ничего не осталось. Понятно? Покончим с этими выродками. Если кто-то будет сопротивляться, убейте. Убейте их. Это он или не он, Оскар? Не знаю, Хуан. Он очень похож. Но я не могу утверждать, что это тот самый человек. Прошло много лет. Даже если пройдет сто лет, я никогда не забуду это лицо. Оно всегда у меня перед глазами. Хуан, прошу тебя. Я был рядом с ним. Он чуть не убил меня вместе с родителями. Не знаю, почему, но я всегда считаю, что однажды встречу с ним. И, похоже, этот день наступил. Пойду, доставились. Хуан, что ты задумал? Подойду, спрошу, и если это он... Клинусь, я убью его прямо здесь, как он убил наших родителей. Хуан, ты ничего не сделаешь, потому что ты можешь ошибаться. Что происходит, Хуан? Хуан перепутал одного человека. Я никого не перепутал. Ты заблуждаешься, Хуан. София, нам лучше уйти. Не стоит оставаться здесь. Только этого не хватало. Посмотрите, кто пришел. Оскар прав. Нам лучше идти с праздника, Хуан. Давай уйдем. Атмосфера накаляется. Мы не уйдем, потому что я никого и ничего не боюсь. Хуан, прошу тебя. Мы останемся, София. Мы останемся. Праздник был великолепным. Я ушел с него таким пьяным, таким пьяным, что пришлось держаться за фонарь. Когда я спросил полицейского, где я, он ответил на улице. А я имел в виду, в какой стране. Простите, что прерываю приятный разговор, но предупреждаю, ты не должен подходить к тете Ракель. Она зла на тебя. Представляю, учитывая ее возраст. Но ты не беспокойся, мама, я ни за что не подойду. Мы так хорошо проводим время. Я не позволю испортить себе праздник. Я следую вашему совету и проявляю терпение, которое у меня еще осталось. Но клянусь, мне хочется убежать отсюда, Демиан. Я бы с удовольствием ушел с вами, но знаю, что пока не должен уходить. Доня Габриэлла, могу я поговорить с вами? Извините. Кто вам сказал, что вы можете подходить ко мне на людях, Катя? Не думаю, что я делаю что-то плохое. Разумеется, вы не думаете, потому что вам просто нечем думать. Мы можем поговорить наедине, но на людях я вас не знаю. Так что не подходите ко мне близко. Не подходите. Ты не должна была говорить с Демианом, мама. В этом не было необходимости. Была необходимость у меня переполнилась чаша терпения в отношении этого сеньора. Я не могла закрывать глаза на его поведение. Рекелит, род, дорогие, почему вы уединились? Идите, пообщайтесь с Доном Камилом Антеро. Он такой интересный человек, вы должны познакомиться с ним. Спасибо, Мария Эсперансе. Мы тебе благодарны, но ни с кем не хотим знакомиться. Мы уже уходим. Нам здесь наскучило. Извини. Не могу сказать, что я знаю всех, Падре Эпифанио, но в силу своей работы мне приходится сталкиваться с большей частью столичного общества. Вы очень влиятельный человек, сеньор Монтеро. Один из самых респектабельных и престижных адвокатов. Вы говорите, что мечтаете занять важный государственный пост. Это так, Падре Эпифанио. И думаю, я этого добьюсь, потому что у меня влиятельные связи, и кроме того, я знаком с президентом. Падре, хочу, чтобы вы знали, когда добьюсь назначения, я проанализирую ситуацию с церковью, так как полностью отождествляю себя с ней. Знаете, если бы я не занялся правом и политикой, то стал бы священником. Приятно иметь поддержку таких людей, как вы. Нужны чиновники, которые помогали бы народу, думали о нем. Вы мне можете не сомневаться, Падре, для этого я и живу, чтобы слушать общество, забыв о собственных интересах. Нельзя с вами не согласиться. Представляете, Падре, Камила только что потерял жену, и однако, подавив боль утраты, продолжает борьбу. Простите, а когда вы потеряли жену? Месяц назад, Падре. И, честно говоря, я безутешен. И, тем не менее, пришли напрасно. Но, уверяю вас, не развлекаться, Падре. Я пришел, потому что мой долг не забывать друзей. Кроме того, это часть моей работы. Не понимаю, почему ты так расстроился, Хон? Что ты имеешь против этого синьора? Хон думает, что это наш старый враг. Человек, который руководил нападением на наш дом и убил наших родителей. Но, скорее всего, Хон ошибается. Я не ошибаюсь. Хуан, прошу тебя. Я не ошибаюсь. И сейчас же избавлюсь от сомнений, потому что эта неопределенность меня убивает. Хуан, думай, что делаешь. Не устраивай здесь скандал. Не задерживай меня, иначе я устрою его с тобой. Хуан, ради бога. Хуан, дорогой, ты не хочешь поздороваться со мной? Мы ведь так давно не виделись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА